Добрый вечер! В эфире программа «Ракурс». Я ее ведущий Игорь Кононенко. Нехватка времени, огромное количество развлечений и дороговизна книги являются причинами, которыми люди объясняют утрату интереса к чтению. Однако, если мы подробно рассмотрим все эти три причины, то поймем, что для того, кто любит читать книги, они не являются преградой. Во-первых, стоит отметить, что каждый день большая часть времени каждого человека проходит впустую. Книга может отлично заполнить эту пустоту. Во-вторых, в отличие от множества современных увлечений, которые только отнимают время, чтение книг имеет массу преимуществ. В конце концов, чтение библиотеки может значительно удешевить доступ к книгам. И так можно утверждать, что названные причины являются всего лишь отговорками, которые вызывают вопрос, почему мы не читаем книги. Сегодня мы попробуем вступить в неравный бой с компьютерными технологиями, которые заполонили большую часть времени не только взрослых, а детей и подростков. А в помощь я взял тех людей, которые не только любят книгу, а каждый день доказывают, что она бессмерна. Знакомьтесь, ректор Криворожского национального университета Николай Ступник, журналист-писатель Ольга Гончар и продавец-консультант одного из крупных криворожских книжных магазинов Анастасия Кулиш. Добрый вечер. Николай, наша нация перестала читать книги? Нет, я бы так не сказал, но в тот же момент тот фактор, что вы сказали, он дещо спрощивает ситуацию. Это знака времени. Ознака времени. Книга – это повильно, электронная книга – это швидко и удобно. Но за книгой все-таки своя ниша есть. По роду своей деятельности служебной вы общаетесь со своими студентами? Они читают книги или только не научную литературу читают? Или ту литературу, которая нужна для экзаменов? Вы знаете, от часа на спілкувание щодо книг, отверто кажучи, не хватает. Болонский процесс, насколько звузил навчальный процесс, что на это не хватает. Знову ж таки, студенты, вот их с детства тягнет до интернету, до швидкого каналу отримания информации, до такого своередного чинелизма. Но все-таки, лучше из них, их мало, лучше из них, все-таки, читают книги. Я знаю, что они читают технические книги, а значит, первая похитная, я уверен, что они читают и художные. Николай, а вы сами художественную литературу читаете? Конечно, конечно. Какую предпочитаете? Вы знаете, вот, остальным временем, это может данина веку, как-то больше тяне перечитать классику, я, ну, это дещо особово, и это двумя словами не скажешь. Ну, а вкусы, приоритеты поменялись? Вот, например, тот же Николай Ступник, который 20 лет назад и сейчас. Конечно, конечно, они изменились, они изменились много в чём. Час изменился. Ну, к любовным романам не перешли? Мабуть, нет. Мабуть, нет. То есть хорошая, добротная художественная литература. Я знаю, что Ольга очень много делает в городе для того, чтобы охватить как много больше читающих и много молодых людей чтению книг. Вот, Оль, ты очень много привозишь в Кривой Рог знаменитых писателей украинских. Вот с какой целью? Наверное, с той же, чтобы охватить больше читающую аудиторию. И не зря ты это всё делаешь. Вот ты видишь по лицам, по горячим глазам люди и по тем, что это армия поклонников читающих прибавляется всё больше и больше. И, например, звонят тебе и просят. Оля, привези ещё кого-нибудь интересного. Ну, чтобы звонили и просили, привези кого-нибудь интересного. Нет. Звонят и запитывают, когда будут родные тексти. Это часто бывает. И достаточно часто телефонуют из, например, разных колледжей и запрошивают на встречи с студентами. Я часто це практикую. На жаль, останнім часом менше, тому що занятість величезна. Але мені дуже подобається спілкуватися зі школярами, особливо зі старшими школярами і зі студентами колледжів. Це дуже благодатна аудиторія. Якщо ти піймаєш цей нерв, вони слухають, вони розкриваються. У них просто видно, діти сидять і у них розкритість серця. І буквально минулого тижня в мене була така зустріч в Вірничому колледжі завдяки Олександру Ваєцькому, прекрасному поету. Він запросив, зібралося близько 40 дітей. Я їх називаю діти, тому що це 9-10-й приблизно клас. І це спілкування було надзвичайним. Після цього мені говорили якраз викладачі, що вони побачили, як діти змінилися. А по якому принципу ти созванювавшися з писателем, звісними українськими, приглашаєш їх в Кривого Рогу? І всі ли з удовольствием зглашаються? Буває дуже по-різному. Але одне поєднує всіх. Українські письменники дуже відкриті. Вони охоче погоджуються на зустрічі. Вони самі пропонують зустрічі. Так, як це було, скажімо, з Максом Кідруком, який минулого тижня приїздив до Кривого Рогу, він поїхав в безпрецедентний тур всією Україною. 100 міст зі своєю книжкою «Не озирайся і мовчи». Прекрасний роман, рекомендую всім прочитати. Від найменших до найстарших людей всі побачать, що своє. І буквально десь приблизно за тиждень до самої презентації зустрічі в Кривому Розі мені подзвонили, попросили допоможи щось організувати. І, в принципі, дуже легко ми це все організували. Люди прийшли, і люди з величезним інтересом слухали Максу. Люди, зрозуміло, ти сама лично вдохновляєшся від цих людей. Сама садишся за стол, починаєш писати? Ні, я таким способом не надихаюся на власне писання, але мене дуже надихає, коли я бачу, як у людей щось всередині відбувається. Вони починають, можливо, не читати більше, можливо, не писати власні твори, але просто починають інакше дивитися на життя, їм стає десь трішечки легше, попускаються якісь оці внутрішні зажими. Тоді, звісно, це класно. Якщо з 30 студентів горного технікуму хоча б два заглянуть в бібліотеку, то вже добре зроблено, правильно? Я роблю такі легкі маніпуляції, фішечки такі. Я спочатку розповідаю про певний перелік письменників, я їм показую книжки, зачитую цитати. Після цього, наприкінці свого виступу, я запитую, які імена ви запам'ятали. І от після того, як всі імена названі, а їх зазвичай буває три, ну може чотири, запам'ятованих імен із десь 15, то потім я ще раз нагадую всі імена, щоб, можливо, раптом хтось забув, пригадає, і потім піде, можливо, в бібліотеку і прочитає, або купить собі книжку. Понятно, ми цілий блок посвятили художественній літературі. Настя, я знаю, що ти працюєш в книжному магазині, де в основному учебна література, научна література. От німечко розкажи, по якому принципу у вас на полочках складуються ці книги, і багато ли у вас читаючих і значок? І кога ажіотаж? Або в августі перед початком учебного року, або для студентів перед сесією? Дякую, насправді ажіотаж не припиняється зовсім, тому що ми намагаємось розвивати магазин по різних напрямках, не тільки спеціалізований, навчальний, а й намагаємось представляти якомога більше художньої літератури, також для дітлахів, для підлітків, для дорослих. Але все ж таки основним напрямком є все ж таки спеціалізована навчальна література, перш за все це для шкіл, для дитячих садочків, також для вузів. А перш за все школа, вона навчається, мені казається, завжди, тому що за кожними канікулами наступає якийсь такий дуже маленький період тиші, насправді, коли, наприклад, вчителі вже на канікулах, а учні все рівно навчаються, тому що вони приходять, докуповують якусь навчальну літературу для того, щоб позайматися на канікулах. Насправді це дуже похвально. А окрім того, така тенденція, що наразі самі учні намагаються докупити якийсь навчальний матеріал, який взагалі можна знайти в інтернеті, але все ж таки в інтернеті дуже хаотична інформація представлена, все ж таки в книжці вона вже укомплектована, вона вже подається більш цілісно і подається згідно того предмету, за яким учень потребує її. За доповнені літератури приходять? Так, звичайно. Дуже часто, особливо батьки. Особливо батьки з учнями, особливо це початкова школа, коли інформації, насправді, можливо, у підручниках трошечки менше, ніж хотілося б. Є дуже багато посівників, є дуже багато довідничків, які пропонують ось цю нишу, яку, можливо, не вистачає десь у підручниках, її просто заполонити. Дякую. Хочу поговорити про книгу, яка не пройшла мимо наших читателів, «Краєведов». Це книга бельгійського горного інженера Жюля Карден-Венера. В цьому непосередньо участия приймали мої дорогі гості Николай Ступник і Ольга Гончар. Ось об цьому немножко. Я знаю, Николай, що ви з научного кресла пересели в литературне кресло і займалися переводом з французського. Для нашого міста це, звісно, нонсенс. Це приємно, що ректор такого вуза і займається переводом книги. І Оля Гончар теж немножко розкажет про цю книгу. Ви знаєте, взагалі-то ця книга це зекономірне продовження тої роботи, яку ми приблизно в такому колективі почали вже досить давно. А продовжили, міжною ж таки, не на пустому місці. Це почалося знайомство з книгами Корден-Венера. Потім була непогана книга, говоримо, академіка Малахова, написана приблизно в ті роки, коли я народився, про історію гірничого крівбасу. Потім була книга до 135-річчя початку розробки наших родовищ «Погляд через ці 135 років». І нарешті от ми подружилися з Жулієм Корден-Венером. І знову ж таки, це було цікаво теж дивитись на той крівбас очима сучасника тих подій. А мова, це вже знається, це вже абсолютно другорядне. Було, звичайно, цікаво. Було, звичайно, дуже цікаво працювати. Я впевнений, що Ользі було фантастично цікаво працювати з цим текстом. Прошло 120 років, з лишнім. Мова змінилась, стиль змінився, тем змінився подачі. І ми от вишуковували довго, як же ж його подати так, щоб і не втратити дуже таку запах цієї мови Корден-Венера. І щоб це було зрозуміло сучасному читателю. В словарик технічних слов заглядували? Ну, ні, звичайно. Я, все ж таки, за досить тривалий час працюю з технічною французькою мовою. В цьому потреби не було. Абсолютно. Тут була якась інша проблема. Була передача суті і передача забарвлення тих часів. Ну, як це вдалося нам, нашим читачам судити. Але зовні це, мені здається, вдалося. Подержите вот так книжечку. Це мені здається, вдалося. Книжка така, завдяки всьому нашому колективу, завдяки і Миколі Івановичу Іщенку, завдяки Ігорю Анатольовичу Грукавіцину. Ми так всі дружно попрацювали, щоб взявши в руки сучасну книгу, ти ж відчув моторну пам'ять оригінала книги Жулі Кардеріна. Оль, наскільки тобі цікаво було працювати над цією книгою? Надзвичайно цікаво було працювати над цією книгою. В першу чергу. Без гуманітарному людину, так? Це була просто насолода мовою. В першу чергу насолода мовою. І якраз я хотіла тут задодатково і ще раз, і безкінечну кількість разів, я буду повторювати ці компліменти Миколі Івановичу, тому що так, як він передав Кордевінера, я не знаю, хто би зміг так передати. І я знаю, що кажу, оскільки творча група пробувала різних перекладачів, і ми порівнювали. Але нікого рівного Миколі Івановичу, його володіння, його чуттю мови, нікого не знайшлося. І це не листощі, це справді так, як воно є насправді. Але ми бачимо результат. Результат він є, і дуже хотілося б, щоб цю книжку... Можна я візьму на хвиланечку? Я ще раз потримаю. Поддержите, подержите. Так, вона навіть на дотик надзвичайно приємна, а тим більше, коли її розгортаєш, і папір приємний, і шрифт, все вивірено до останньої крапочки. І дуже б хотілося, щоб цю книжку читали не лише викладачі, студенти, а, в принципі, всі охочі, тому що книжка насправді варта цього. І в самій книжці є такі цікавезні описи кривого рогу, звичайів і побуту кінця 19-го, початку 20-го століття, які будуть цікаві абсолютно всім і дозволять інакше подивитися на нас самих, на нас минулих, і, можливо, відкрити щось нове в собі. Тому б хотілося побільше, щоб вона була в книгарнях, можливо, в Кам'ярні, десь і що? Об'язательно. Обіщайте. У нас книга дорога зараз. Насправді ціннях дуже важко, тому що книжечки є на різний попит. Взагалі, наші українські видавництва наразі почали друкувати дуже якісну літературу і за дуже помірними цінами, насправді. Ми працюємо, здебільшого, все ж таки, з видавництвом, які друкують навчальну літературу, і це і підручники, і це і робочі зошити. І ціна досить помірна. І навіть наші клієнти, наші поковці, вони самі кажуть, що дійсно, у вас гарні ціни. Це так, це не дешево, але і не так дорого, скажімо так. Тобто ціни наразі досить помірні, скажімо так. Оля, повернемося до рудих текстів. Чому рудих текстів немає? Рудих текстів немає, тому що, наприклад, є історичний путівник поштовою Ігоря Рукавіцина. Тому що є інші книжки, ну от не знаю. Тобто в цьому році наші акрилерівські автори дуже плодовитими були. Ну, зачекайте. Я зараз закінчу думку. Тобто є книжка Ігоря Рукавіцина, і їх багато є. Мені так чи інакше трішечки доводиться, я маю честь, трішечки докладати руку до створення цих книжок. Є книжка і недоленник навпіл, так само трішечки доклала сил. Тобто докладатися силами до всього неможливо. Руді тексти – це така штука, якій треба віддаватися повністю. А единомышленники? Однодумці само собою є, і саме вони і телефонують, і запитують, і підштовхують. Але якщо ти чомусь не можеш віддатися на всі 100%, то на 10 краще таким речам не віддаватися. Тому я сподіваюся, чекаю цього часу, коли буде 100%, тоді будуть роді тексти. Какою-то ще альтернативою буде? Альтернативою родим текстам на сьогодні… Конкурс якийсь? На сьогодні, на жаль, немає. Але я би говорила про те, що ми будемо продовжувати запрошувати класних письменників до Кривого Рогу. І це хоч трішечки компенсує відсутність родних текстів. Зокрема, ми дуже сподіваємося побачити в Кривому Розі Віталія Портнікова, відомого журналіста, який, крім журналістської діяльності, яскравої, ще й випустив книжку, надзвичайно я писала про неї у своєму фейсбуку. Так само журналістською діяльністю своєю не обмежується Олег Пономарьов, який теж випустив книжку. От, на жаль, вона не помістилася на цей стендик. Але це ті люди, це ті явища, про які треба говорити, з якими треба йти до людей, які, я сподіваюся, будуть запалювати в тому числі. Ніколай, я знаю, що ця книга була втора книга із серії історії горного діла Криворога. Якщо будуть ще просити поработати над подобною літературою, згадуєтеся? Время буде на книгу? Ви знаєте, часто така категорія, вона як гума, вона дуже добре розтягується. А, знаєте, авторський колектив так, в черні, в чернеці обговорив варіанти, домовились ще обдумати їх і до кінця цього року зустрітися. Така робоча зустріч, щоб вже пунктирну траєкторію наступного проекту. Ніколай, удачі вам в совміщенній научної літературної ділянності. Оля, продовжай радувати наших читателей і людей хорошої літературної, хорошими писателям. Настюш, вам хороших порадаж, щоб приходили все за книгами і получали то, що вони хотіли. Спасибо вам большое. На этом все. Встретимся во второму блокі. Впереди небольшая рекламна пауза. Не переключайтесь. Ми продовжаємо наш розговор. У нас в студії літератор, журналист Григорий Тюренко, менеджер производственного отдела типографії Ольга Рыжкова і Владимир Бухтияров, журналист, писатель, енциклопедист. Добрый вечір. Григорий, я хотів спросити, як у професіонала, чоловіка, який має літературне образування, в своє время учився в Московському літературному інституті, криворожські поэті і писателі ідут в нужному творческому направлі. Ілі де-то треба їх подсадити. Я думаю, у кожного свій путь в искусстві, в літературі. Тому мені трудно судити, особливо судити молодіжі. Ну, я думаю, в общем-то, конечно, люди йдут, к чому-то йдут. Ну, в нашому, как казалось, промышленному городі достаточні людей, які займаються творчіством? Да, більше, ніж достаточні. В цьому, кажуть, криворож – город унікальний на творческі таланты. Говорять о цій своєобразній енергетіки? Очевидно, що то є в цьому. А що самі писателі можуть зробити для того, щоб люди читали? Ну, тільки писати так, щоб людям було це интересно читати. Ну, пишуть интересно? Ну, я считаю, що талантливий літератор у нас на криворожі всегда, во все времена, було достатньо. Поговоримо о талантливості Туренка. Гриш, я знаю, що в своє время ти писав книгу, художественну книгу «События 60-70-е», якщо не зміняє пам'ять. Це огромний роман. Криворога. Ти закінчила цю книгу? Нет, нет. І про що она? Це роман, так сказать, о городі, конечно, нашому. Ну, головний герой – Человек футбола. Вот я прослеживу всю його жизнь буквально от рождения і где-то, так сказати, до старости. І вот все етапи його жизни описую. Це огромний роман буде його. Уже пишу я. Це роман жизни, да? Да, більше десяти років. І даст Бог, ще не менше понадобиться. Я знаю, що в ноябрі печальне, отмечати печальну дату – 35 років со дня гибели рудановців, людей, які работали в литературной студії, і вони погибли в ДТП. Вот я знаю, що у тебе є щось, що посвячене цим ребятам. Время летит удивительно быстро. І вже буквально через неделю исполниться 35 років со дня цей трагічної гибели лучших литературних кадров, я считаю, того времени. Я считаю, вони такі і невосполнені, тому що це були люди необычайно талантливі. І кожен, звичайно, талант неповторим. І вот среди них... Я тож був в цій поїздці, але мені посчастливілося залишатися в живих. А вот мій лучший друг Борис Жуковський погиб. І йому в своє время я посвятил стихотворення, я думаю, я думаю, вполне умісно було б сейчас прочитати. «Ночной разговор з погибшим другом». Був би другим, витер слези со всеми, Зажив би тихо, судьбу не кляня, Только опять кисболівшийся теме Тянет все чаще ночами мене. «Что от того, что судьбе я перечу Собственной жизнью, обязанной ей? Это она нам летела навстречу, Выставив щупальца ближних огней. Я, словно дом, предназначений к слому, Каждый свой день, как последний, живу. Знаеш, Борис, от тоски по-былому Не убежиш, не уедеш в Москву. Наших московских прогулок маршруты Староконюшен и старый Арбат помню, И тех вдохновений минуты Будет меня, ночи меня, словно набат. Помню, а как позабыть мне все это? Дерзость надежд, окрыленность мечты. Просто бродили два друга поэта, Не замечая мирской суеты. Были в столице мы пришлой басотой, Верившись свято в признание час. Жили стихами, кормились работой, Женщин любили, и женщины нас. Нас не смущала ни радость, ни жалость, Нам не мешала советская власть. Жизнь нам тогда бесконечной казалась, Чтоб беспредельное счастье неслась. Часто теперь, став мудрее от горя, Я приношу на надгробье твое То твою первую книжечку, Боря, Как ты был счастлив, дождавшись ее. Только в Бермудах пропала эскадра Всех твоих будущих, изданных книг. Не сохранилась хоть полки на кадрах, Где бы живым ты остался на миг. Поздно брониться с коварной судьбою, Бросивший раф наш и карусу в лоб. Я, дипломат, оседлав под собою, Жался к тебе у двух женских особ. Помню еще, что шептал тебе в ухо Что-то смешное. Так легче в пути. Было на трассе, по-зимнему сухо. Что нас могло на ходу занести? Пишут, валялась покрышка чужая. Так в милицейский внесли документ. Смерть не таилась, всем нам угрожая. Но разделила в последний момент. Тот, кто один на земле остается, Может, и сам понапрасну живет. Кто-то до белой горячки допьется, Кто-то в себя словно в омут уйдет. Что-то стихи не слагаются ныне. Их не подменишь словесной игрой. Знаешь, Борис, от тоски и гордыни До смерти тошно бывает порой Там, где мои обозначены сроки. Ты меня ждешь у суровой черты. Если бы мне не писать эти строки, Их за меня написать смог бы ты. Спасибо. Ольга, поговорим о типографии. Что собой представляет сейчас современная типография? Современная типография в Кривомроге. Мы уже существуем более 10 лет. У нас большие печатные станки, Которые печатают газеты. Современные. Современные, конечно. К сожалению, импортного производства. Не научились у нас еще делать Типографское оборудование в Украине. Печатаем газеты, журналы. Даже печатаем всевозможные книги, Но в мягком переплете. Почему в твердом не печатать? Пока еще не закупили оборудование Для твердого переплета. А наши еще не научились делать? Наши еще не научились, да. Печатаем для Кривого Рога, Печатаем для Кировограда, Для Кременчуга, для Никополя, Киева, Броваров, Борисполя. Ну, фактически для всей Украины. Коллектив у нас дружный. Оль, раз мы заговорили о книге, Разговариваем о книге. Вот начинающему писателю, Который там достал денежки, Вот он приходит к вам в типографию, И хочет, чтобы вы сделали ему книгу. Вот в ценовой политике, Как процесс, что это за процесс, Какой период он занимает, И что вы посоветуете? Смотрите, какой процесс. Автор определился с форматом книги. То есть, что это может быть? Это может быть пятый формат, Это может быть четвертый формат. В зависимости от этого, И какую бумагу он выбрал, Какую цветность. Печатается книга, делается заказ. Книге присваивается обязательно ICBN-код, Чтобы эта книга могла потом в библиотеке быть. Обязательно контрольные экземпляры Отправляются в Верховную Раду, Телебачиня и Радиом. Не согласовываются? Нет, не согласовываются. Просто отправляется контрольный экземпляр Под вот этот вот ICBN-код. Вы можете предложить что-то автору В будущем? Ну, во-первых, вот такой образец, Вот такой переплет. То есть, вы все предлагаете? Конечно, у нас есть архив. Мы предлагаем бумагу, Которую автор хочет выбрать. Это может быть газетная бумага, Это может быть меловка, Это может быть овсет. Ну, совершенно то, что захочет автор Ведет в своей книге. Расскажите, что такое овсет. Овсет – это вот обыкновенная Ксероксная бумага, Которую все очень хорошо знают. Это простенькая. Простенькая. И почему простенькая? Она очень для книги удачный вариант. Ну, давайте уже поговорим О ценовой политике от и до. Книгу. Например, книга 200 страниц Вот в нормальном переплете А4. Дорогое удовольствие. Ну, например, скажите, Может, кто-то хочет попросить Денежек у спонсоров, А он не знает, сколько это стоит. Смотря какой формат, смотря какое. Давайте в среднем А4 формат. Вот я пришел к вам. У меня 200 страниц книга. Я хочу в А4. От 50 тысяч. Гривен. Гривен. Ну, хоть не в долларах, слава богу. Это очень дорогое удовольствие. Ну, можно же, допустим, не 200 страниц. У кого-то гораздо меньшее издание. И тираж тоже зависит? От тиража зависит очень много. Если это очень маленький тираж. Где же минимальное количество типа тиража? Но мы, к сожалению, печатаем. Самое меньшее – это 100 экземпляров. Ну, это нормально. У нас в городе есть полиграфические центры, которые печатают один, два, три экземпляра. Ну, как бы, кому сколько надо. Вот самая интересная работа. Вы печатали книгу из последних. Что-нибудь понравилось, запомнилось? Вот интересные книги. Из последних? Наши криворожские авторы приезжают к вам? Конечно. Ну, я вам хочу сказать, в последнее время очень мало издается книг. В основном это газеты, журналы, рекламная продукция. А книги… Но с самой книгой интересно работать? Ну, конечно. Это задействовано много процессов. Оператор ее собирает. Потом выдаются пластины. С этих пластин идет печать в машине. Потом это все фальцуется, режется, собирается в зависимости от способа скрепления или скоба, или термобиндер. И в итоге мы получаем красивую. Красивую книгу, да? Замечательную книгу. А книги авторы есть среди них? Конечно. Конечно. Но не запомнили никого? Нет. Вот автора не запомнила. Вот книги, о чем говорят женщина, интересно было. Это запомнило. Да, это запомнило. Это запомнило. Хорошо, понятно. Спасибо. Владимир, вы в последнее время увлеклись энциклопедическими словарями. Вы собираете их, собираете материал. Вот почему именно энциклопедии? Насколько сложно и в то же время интересно над ними работать? Вы знаете, я когда еще был маленьким, мой отец привез из Германии подарок мне, энциклопедию Дрезденской галереи. И, вы знаете, мне понравился стиль. Коротко, ясно и четко. Почитал, все понял. Поэтому я все мечтал что-то сделать такого типа, как книга о галерее Дрездена. И только когда попал в Кривой Рог, на постоянное место жительства, и когда проехал Кривым Роги, от Тернов до Ингульца, во время праздника, Цветов помню, в 87-й год, 6-й, да. Я понял, что в этом городе можно сделать тот проект, который я задумал, я еще в Кировограде живя. Ну, удалось двухтомник сделать. Когда я сделал двухтомник, думал, чем же заниматься еще? Подожди, есть чем заниматься. Есть специальные энциклопедии, тематические. Вот я сейчас работаю, все буквально как на абразуру бросаюсь. Энциклопедия, спортивная энциклопедия Криворижья. То есть, все про спорт. От часа Калачевского. Писать есть о чем, да? Есть, есть, есть. Дуже много цикавой информации, фотографии цикавой. Потом, кроме этой книжки, я параллельно, отдыхая от спорта, занимаюсь другой энциклопедией. Она будет называться «Кривористи в Афганистане». Згадаем о всех поименно, от А до Я. 3800 тысяч наших ребят прошли, девчат, ребят прошли афганскими дорогами. Я считаю, что необходимо тоже их увековечить. Слава Богу, много я живы, много живых. Надо спешить сделать. Наверняка, преимущество в том, что в энциклопедии над книгой, что ты можешь оперативно получить информацию. Конечно, конечно. Получается с трудом, вы знаете. Я вот сейчас, слава Богу, с удовольствием работаю над архивом спорткомитета. Спасибо, допустили меня до папочек до этих. С удовольствием переписываю, что-то сканирую. Помогают мне ребята, Сергей, люди хорошие. Понимают, чем занимаются. Самое главное для нас, с Гришей, иметь соратников. Соратников и, конечно, спонсоров. И еще ценовую политику в типографии. Более демократичную. К сожалению, последнюю книгу мою печатали не кругом роге. Я в Житомире. Ну вот, вы теперь знаете Ольгу, обменяете сейчас визитками. А мы давно знаем. Григорий тоже можете обращаться. Я знаю, что у вас обращаться, потому что я знаю, что у вас в планах написание книги эпиграмм. Вам не дает покоя слава Гафта. Наверное. Я знаю, что вы хотели прочитать. Пару штучек. Да, есть у нас такой молодой талантливый художник Иван Агиенко, внук знаменитого Николая Рябаконя. Он мне показал 35 таких шаржей дружеских, известных людей, криворожья. Ну, в основном творческих людей. И предложил мне написать эпиграммы. Ну, я написал так с лету за несколько дней 90 с чем-то эпиграмм. И теперь пусть и вам меня догоняет. То есть он по рисункам отстает. По рисункам он отстал, конечно, уже. И спонсор уже есть. Только теперь остановка за... За типографией. Ну, могу в качестве примера прочитать пару эпиграмм. Ну, они не всегда такие, знаете, иногда очень даже солидные. Понимаете? Вот эти люди же разные. Ну, в зависимости от... Вот, например, Александр Бельский. Он в мире пластики движений, живет и властвует давно. В своей работе Бельский гений, что только избранным дано. Или вот Леонид Давиденко. Ну, тут уже можно и юмор какой-то уловить. Все, что напишет он, не тленка. Талант, отвага, эпатаж. Даст Бог полотна Давиденко. Прикупят Лувр и Эрмитаж. Ну, находясь на Рудане, нельзя не зачитать эпиграмму, которую посвятил Юрию Васильевичу Гаевскому. Вот он в последнее время редко бывает на экране, поэтому я так обыграл этот момент. Мне кажется, довольно странно убрать Гаевского с экрана. Убрать. У женщин не спросив. Ведь он же так еще красив. Спасибо. Спасибо вам большое. С вами было очень интересно. К сожалению, времени мало. Григорий, продолжайте заниматься своим творчеством. Оно очень здорово получается. Не только эпиграммой, а литературой продолжайте заниматься. Владимир, успехов вам в вашем нелегком деле. Я вам уже, кстати, нашел типографию. Хорошо, будем держать. Вот в лице очаровательной Оли. Оля, пусть больше приходят к вам криворожских авторов. Пусть вас заказывают книги. Пусть цены будут немножко демократичнее. Понятно, что рынок, бизнес. Да, мы хотим все-таки быть читающей нацией. А от типографии очень многое зависит. Спасибо вам большое. У нас впереди третий блок. Будет интересно. Не переключайтесь. Криворог гордится своими двумя альманахами. Их авторы, которые буквально лелеют и пестуют, их уверены в том, что это едва ли не единственный способ заявить о себе талантливых криворожских писателей и поэтов. Это так. У нас в студии Ирина Бугаева, шеф-редактор альманаха «Символ», Татьяна Мелехова, главный редактор альманаха «Символ» и главред альманаха «Саксагань» Андрей Дюка. Добрый вечер. Ирина, расскажите про свой альманах. Я знаю, что у вас недавно вышел пятый уже номер. Он был посвящен детско-юношеской литературе. Вот об этом немножко. Вот я два номера тримаю, так, может и публіка побачите. Вот так, давайте покажу. Хотелось бы спочатку про четвертий. Не дуже зручно тут. А альманахи? Так, бо він объемний, важкий. Это же хорошо, значит, плодовитые авторы у нас. Хочу сказать про те, що у нас в нашем місті, ви говорили про Саксагань, про альманах «Символ», але у нас є і ще «Курьер Кривбасу», і була і «Лідзепелін», такий журнал, це молодіжний наш, наші студенти його здійснили, але це було інтернет-ведання. Ну, а відносно нашого такого об'ємного, розумного альманаху можу сказати наступне, що ми стараємося вже багато чого зробити. Вийшов п'ятий номер з 2010 року. Це наша ось така копітка, така велика робота, показати наших митців, тому що тут говориться не тільки про літературу, а і про культуру нашого міста. І ось такі нюанси, які ми тут висвітлюємо, вони знаходять свого читача, і знаходять попит в нас в Кривому Розі. Тут же і публіцистика є, да? Так, є і публіцистика, є і краєзнавчі такі розвідки, є історичні розвідки. Багато чого прийшлося вже висвітлити в нас. Чому п'ятий номер вирішили посвятити дітською, юношескій літературі? Він давно вже визрівав у нас. Практично, ми коли готували другий номер, який присвячений був такому явищу на Криворіжжі, як «Сплав». Це творча така літературна організація була. І ось на той час ми вже були і юнацький, юнацько-дитячий номер. Ми практично підготували, але це було занадто, багато зроблено. І тільки пройшов на той час актуальний «Сплавівський» номер, в якому ми висвітлювали діяльність молоді тодішнього 25-річної давності. І що ці люди зробили для Криворіжжя, для України. І в всесвітньому плані, своєю творчістю. Ну і так поступово-поступово ми таки дійшли до цього п'ятого випуску, який присвячений не тільки дітям, а і нашій юні. І роботам наших митців, що цією темою заклопотані. І більше того, є і юнацькі там роботи. Що ще ми хотіли? Так, ми висвітлили третій випуск наш, там був присвячений те, що роблять митці, щоб ось ця ситуація в нашій країні була подалі від цього часу. Ви говорили про роботи юношіські талантливі дітки у нас? Ну звісно. Замініть вони опітну гвардію, не говорю стару, а опітну гвардію. Так. Замініть. Чому? Тому що наша молодь тут якраз є така рубрика, що... Я думаю, що якщо вони і пишуть самі, вони і читають книги, то о чому ми сьогодні пытались говорити і донести. Так, і читають, і багато читають. І я ж ще не викладаю, працюю в педуніверситеті, то є така когорта дітей, які нас знайомлять з сучасним. І нас, і ми. Таня, я смотрю, у вас є кубок симпатичний. Ви приїхали з Днепра. За що цей кубок і за що ви його получили? Вот я якраз показала. Именно в ці выходні 18-19 ноября в Днепрі проходив Международний фестиваль литературних іздань. Обычно в последнє время фестивали – це чисто такі творчі, поєднічі, і там присутствують автори. А фестиваль, он называется «Редкая птица», проходит уже третий раз, но он проходит раз в два года. І в 15-м году на второму фестивале ми представляли «Альманах Симбол» третий выпуск, і тогда получили приз зрительських симпатий. А в этом году ми представляли четвертий номер. І, конечно, показали пятий, потому що пока шел заочний тур, ми не сиділи сложа руки, і сделали пятий выпуск. На цьому фестивальі представлені «Альманахи» не тільки з України. Там були «Альманахи» із Ізраїля, і російсько-германські, скажімо так, то есть издані в Германії. Девять «Альманахів» і, конечно… Приємно було среди них получить… І среди них, в общем, ми получили… Ну, був проведен конкурс именно в рамках фестиваля, не заочний, а прямо здесь, во время фестиваля. І символ опять получил приз зрительських симпатий. Вот мы получили такую медаль, на которой написано… Хорошее впечатление, да? Вот, отличные впечатления і отличные знакомства. Я хочу сказати, що було дуже солидне жюри. Председателем жюри був Стус Дмитрий Васильевич, Который вже знає символи з нескільки номерів, тому що він вже третий год возглавляє це жюри. І багато теж известних писателів. Тобто ви общались одновременно правильно? Конечно. Менялись опитом, менялись мненнями? Конечно. І обменивались адресами, на фейсбуці дружимо. Таня, ви у нас в студії, не можу не отказатися в удовольствии, попросити, щоб ви прочитали что-нибудь своє поднастроення. Вы знаете, на фестивале я читала такие более оптимистичные. У нас студія прекрасна, ведучий, хороший. Давайте что-нибудь оптимистическое. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что ноябрь месяц для нас, он и очень оптимистичный, потому что фестиваль. И я хочу вспомнить и две другие даты. Это уже Григорий Григорьевич говорил о 29 ноября. И 30 ноября был бы день рождения Юрия Каминского. И вот шестой выпуск мы задумали, посвященный искусству перевода и параллельно издать книгу, избранную Юрию Каминского. Но если говорить о стихотворении, то, пожалуй, такое, которое посвящено друзьям-поэтам. И грустно, и нежно, но чуткие пальцы не имеют от долгого рукопожатия. На улицах разных, то в зной, то заснеженных, живем вдалеке мы, вселенские братья. Мы братья по духу, по высшему чувству, а возраст и пол не имеют значения. Мы преданы страстно святому искусству с названием глупым – стихо-сложение. А впрочем, по сути, стихо-служение. Легко ли, мой друг, выворачивать душу? Слова бередят незажившие раны. Как важно всегда нам в себе не нарушить ту святость души, что не терпит обмана. Вселенная, ты не считаешь мгновений. Мы вправе создать и разрушить границы. От жизни простой подниматься до гениев, покуда у нас вдохновенные лица. Спасибо большое. Андрей, говоря об альманахе Саксаган, не могу не вспомнить о твоем отце, Анатолии Лепицком. Что для него был этот альманах, и чему он тебя научил, и что ты от него, что он тебе передал, и что ты впитал от него? Ну, говоря об отце, ведь, в принципе, мы начинали вместе. Мы, когда приехали с севера, это была идея отца вообще о создании журнала. Потому что тогда на севере выходил журнал, на севере Дании. Он выходил десятитысячным тиражом. Ну, представь, это же большой тираж. Даже по сегодняшним меркам это очень большой тираж. Там нефтяной и газовый край, там могли позволить себе такой тираж. Ну, это даже не так. Дело в том, что он же, когда приехал, он считал, что будут такие же традиции, как и там. Это любовь к тому краю. И любовь к тому краю, потому что это в основном уже приезжие были. Весь север это приезжие. И очень много с Украины. И когда люди ехали сюда, они привозили с собой это издание, как люди показали, вот мы северяне приехали сюда на родину. И то же самое папа, он хотел, Анатолий Григорьевич Липицкий, сделать такое же издание здесь местным автором. Как вроде бы любой пишущий вообще. У него идея всегда напечататься. Но это когда говорят, что я пишу в стол, и я получаю это удовольствие, я никогда не верю. Это обычно люди с обидой говорят. Потому что их не печатают, не хотят, не признают. И они считают, что они гении, и их все равно не признают. Потому что у нас все гении. Графоманство называется. Нет, не всегда. Потому что человек творческий, он очень, это настолько индивидуально. Его правду могут не понимать. Это нормально. Потому что у меня за работу уже под 27 год у нас Альманаху. Потому что недавно мы 25-летие отмечали. А вот сейчас уже вышел сотый номер Альманаха. То есть, ну это все-таки охвачено очень много авторов. Тут более двух с половиной тысяч авторов. Многих, конечно, нет. И вот обложка сотого номера, она состоит из фотографий тех ушедших, и не все сюда вошли. Тех, кого уже нету в живых. И они составляли в свое время костяк наших авторов, самых сильных. То есть, в перспективе, может, еще, чтобы дополнить этот журнал, потому что не все попали, да? Можно еще сделать. Так и получилось, потому что я в конце даю маленькую статью, такую, что мы планировали более его сделать, более объемным, хотя и сделали его 136 страниц, но не вошли сюда все материалы. И у нас 34-й следующий вот спаренный выходит. Он тоже посвящен, опять-таки, продолжением. Он является как продолжение Сутона. Кстати, Андрей, к вопросу об объемности. Мне всегда было жалко Дюку, потому что у него журнал по сравнению с вашим символом очень худенький. Почему так происходит? Это не потому, что у вас меньше авторов, правильно? Ну, во-первых, мы выходим четыре раза в год. Да. Ну, вот я хотел об этом узнать, но мне жалко всегда. Во-первых, 68 страниц это не такой худенький. За четыре раза в год это уже два... По сравнению с символом я имею в виду худенькие. Ну, а вот таких вот 136. Это больше даже будет. Андрей, колонка редактора – это дань моде или ты хочешь достучаться до читателя? Ну, наверное, это две вещи. Это и традиции раз, и во-вторых, это все-таки достучаться до читателей тоже. Потому что я обычно пишу колонку, уже исходя из материала, который есть. Ведь у нас портфель есть уже давно. Задание давно уже существует. Вот Таня показывала кубки. И они принес грамоты, которые у нас международные грамоты. И мы получили давно уже. И вот журнал «Интеллигент», который объединяет более 15 стран мира. Нам пришло герой нашего времени. Мы грамотой были награждены. Вот. Но это, наверное, нормально. Потому что, работая уже с авторами, очень многие уехали. Тех, кого уже нет, понятно. Мы о них помним. Но очень многие уехали из-за рубежа. Сейчас работают за рубежом. И благодаря вот «Черону Мирену Ку», где мы выставляем, там у нас есть такой подблок в электронном виде. Альманах там тоже можно прочитать. Люди читают за рубежом. Тоже присылают нашим, даже оттуда нам присылают материалы. Мы стараемся все равно печатать больше местных. Но наших мы тоже не забываем. Ирина, кто вам помогает в печатании журнала, над созданием его, кто работает? У нас есть два видавца. Это Муратов допомогал и Чернявский Сан Саныч. Это первое. Другое, относительно работы верстальной, то мы это сами все равно. Андрей, кто вам помогает? Ну, у нас три с половиной человека штата. У них штат. Штат, которым я как главный редактор являюсь я верстальщиком, я дизайнером. Есть бухгалтер еще, сексдарь и лицотрудник на полставки. Так что, ну, в основном, по верстке, по дизайну, по фотографиям, по всем я делаю сам. То есть, нет такого представления, что там целая команда работает большая? Ну, я вам скажу, что раньше мы делали... Это вы троем отбиваетесь от тех авторов, которых не понимают. Нет, ну, мы радуемся авторам многим. Я вам скажу, что за время, опять-таки, работы с Аксаганей, вот я специально пришел с двумя подарками. Это один сотый номер «Альманаха». А вот это, короче, это раритетное уже издание. Когда только мы пришли в лист-студию Рудана, которая была, мы пришли в 89-м году. Вот в 92-м вышел такой сборник местных авторов. И вот практически это, ну, третья там книга, которая издавалась с участием нашим. Потому что мы первую книжку при библиотечке с Аксаганей издали в 91-м году. А всего в библиотечке с Аксаганей было больше ста книг. И практически вот все авторы, которые сейчас уже именитые, известные, они первые книги выпускали при библиотечке с Аксаганей. И они проходили нашу подготовку, редподготовку, редакторскую правку. Папа, конечно, иногда злоупотреблял. Редакторскую правку до сих пор уже многие помнят, потому что менял. Но он всегда говорил, я главный редактор, я имею право. Так что, ну, это, вот мы же вообще, когда собирались, изначально мне сказали, что это вопрос книгоиздания будет. Я бы хотел буквально несколько слов сказать вот по этому поводу книгоиздания. Потому что, на мой взгляд, и вообще, как вот на Западе работают, за рубежом, профессионально давно это уже выстроено. Что есть сначала, ну, как вроде бы первичное издание, этот человек должен пропечататься в журналах, в газетах. О нем должны написать критические статьи, отзывы. То есть, должно быть имя. А потом выходит книга. Обычно. Потому что книга, когда выходит, и чем больше тираж книги, тем больше уже человек известен. И тогда можно делать уже и в мягком переплете, и уже не обязательно. Ведь бестселлеры все, вот миллионы тиражей, они же выходили в мягком переплете. Там же есть и специальные агенты даже в Америке. В той же Америке, в Европе. Не то, что есть. Если вы придете, как автор, в издательство зарубежное, с вами никто разговаривать не будет. Потому что приходят менеджеры к менеджеру. Они разговаривают уже... Ну, и остается только читать Альбонах или Сима. Правильно, Криворужские все. А вот уже литературный агент, он работает по всем, очень много конкурсов. Вот у нас, слава богу, у нас, кстати, очень много авторов вышли с Украины «Мои квитучие». Которая была организована Александром Юрьевичем Вилкулом. Потом при поддержке... Из городского конкурса. Да. Потом уже Константин Юрьевич Павлов. Уже поддержки. Вот Олег Леонидович Житский, который сейчас очень помогает тоже. Сейчас вот вроде бы тоже разговор идет, что будет еще уже шестой конкурс этот проводиться. И каждый раз по итогам конкурса выпускалась книга. Я считаю, это очень немаловажно. Спасибо. Ирина, в двух словах есть перспектива у литературы Криворужья? Первый, один секрет. Ось до этой книги я долучилась. Потому что я была в декреті своей другой донькой и друкувала я. У нас есть, Татьяна, как вы считаете, у нас есть? Есть перспективы. И тем больше, что в принципе задумы есть. А мы еще трички формации изменили на то, что у нас уже выходит разными мовами. Мы перекладаем. Спасибо. Таня, что детям надо говорить, родителям, для того, чтобы они читали? В двух словах. Хороший вопрос. Вы знаете, мы презентацию пятого выпуска сделали в рамках фестиваля Приндекфест. Первого в Кривом Роге фестиваля детской и юношеской книги. И там было много мастер-классов, много детей. И это как раз была очень хорошая агитация. Это такой маленький шажочек к тому, чтобы действительно у нас нация все-таки называлась читающей. Спасибо вам большое. К сожалению, мало времени с вами очень интересно было. Чтение книг дает возможность найти ответы на волнующие вас вопросы. Не нужно выдумывать велосипед. Все давным-давно известно. Миллионы людей прожили свои жизни и щедро поделились собственным опытом с человечеством. Решение различных проблем, будь то отсутствие денег или межличностное отношение, все это изложено в книгах. Глупо не воспользоваться этими знаниями. В наши дни многие не любят читать и более того даже умудряются гордиться этим. Ничего кроме сожаления такие люди не вызывают. Потому что наличие самосознания и абстрактного мышления – это то, что отличает человека от животного. Так что выбор за вами. Завтра в этой же студии ваш покорный слуга будет обсуждать с гостями тему достоинства и свободы. С вами был Игорь Кононенко. Еще обязательно встретимся. Редактор субтитров А.Семкин